Каждый из нас хоть раз проходил игру в Майнкрафте, проходил убивать дракона, но затем забрасывал, поскольку делать было нечего, ведь мы сделали то, что просила от нас игра, мы прошли игру, саму игру, но ведь фактически на этом она не заканчивается, и наверняка у нас много вопросов, что делать после игры. Всем привет, с вами Хилдж, и мы начинаем, и я подготовил для вас подборку того, что можно сделать в Майнкрафте, начнем с того, что можно построить различные фермы, да, на примере фермы тростника, ведь я на 100% уверен, что у вас есть не все фермы, но вы наверное спросите, для чего же вам эти фермы, а для того, чтобы собирать лут с них, или же какие-то материалы взаимодействия от самой прибыли. Знаю, это звучит довольно глупо, но так и есть. Я могу дать парочку идей для ферм, это может быть ферма тростника, мобов, зомби, овечек и так далее. Ну а мы перешли ко второму. Второе, это расширение деревни, ребята. Да, если у вас есть какая-либо деревня, в которой вы проводите большинство времени своего, или же у вас нет деревни, но вы хотите найти, вы можете либо построить новую и заселить туда деревен, прошу прощения, деревенщину, либо же просто переехать. Ну так в чем является суть данной идеи? Дело в том, что чем больше деревни, тем вам веселее играть, ребята, да. Как это странно не звучит, но вы не чувствуете себя одиноких при этих носатых жителях, да. Ну а мы переходим к следующему. И следующее, что можно заняться, это выполнение всех ачивок. Опять же, повторяюсь, я на 100% уверен, что у вас выполнены не все ачивки, ну и это придает некую цель в игре, да. Именно для этого и служат ачивки в этой игре, для того, чтобы нам не было скучно с вами, ребята, да. А если у вас действительно выполнены все ачивки, что я, конечно же, сильно сомневаюсь, то могу посоветовать один очень хороший датапак, который добавляет тысячи новых достижений, ребята. Да. Ну а мы переходим к следующим. И четвертое, чем можно заняться, так это построением города. Наверняка, если вы, конечно, прошли Майнкрафт, у вас должны быть достаточно ресурсов, но если точнее, то много. Это может быть булыжник, какое-то дерево или что-то еще. Именно из-за этих строительных материалов, или точнее же блоков, можно построить город, ребята, да. Ну а если вам их не хватает, то вы можете себе накопать, и так будет гораздо, гораздо креативнее. Я вам говорю 100%. Это будет смотреться очень красиво, очень креативно, ну и все-таки это будет ваше выживание. Действие под номером 5, которое вы можете сделать, это пойти искать сломанные миры, или же, как их еще называют, фантомные миры. Они есть как в аду, как в эндермире, так и в нашем обычном. Но вы столкнетесь с пару проблем. Одной из основной проблемы, самой главной, это является то, что это просто адски далеко. И нет, адски это не связано со словом адом из Майнкрафта. Это действительно очень далеко. Займет это у вас где-то 2 дня. Если вы, конечно же, будете идти просто пешком, если же будете идти по аду, это займет где-то, не знаю, 1 день, а может и больше. Но, это того стоит, чтобы посмотреть на эту прекрасную, на этот прекрасный пейзаж. Ну вот, мы и подходим к концу, ребята. Если вам понравился этот видеоролик, и он был вам полезен, ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. С вами был Хилдж, всем удачи, и всем пока. С вами был Хилдж.